Привет, зритель! Сегодня я все-таки решила как-то цикварить, но чуть-меншую дозу сделать, чем обычно. Потому что вчера как-то и монтаж у меня поздно случился, и на YouTube, чтобы что-то как-то долго видео вылетается. То ли в мегафон такой звучит, что-то для них, то ли еще что-то. Ну, в общем, я ложусь из-за завтра, как-то поздно. Я думаю, сейчас у меня тут было то, а тут мало осталось. Оставки были роскоши этого пакетика. Завтра уже открою или гранулу, или следующий пакетик. Все. Его можно будет в пустые баночки и потом ссорить. Я думаю, этот пакетик огромный, все лежит, никак не обозрится. Правда, сейчас и монтажа очень много осталось, и на флешке места практически нету. У меня там молочко греется. И чайник, как ты понимаешь, наверное, по звуку. И тут у меня еще молочко стоит на разбавку. Я его с балкона принесла. Там прохладно. Я собираюсь до Вайбельса доехать на велике, потому что там внезапно все-таки еще нет снега. На мое счастье, единственное, не знаю, по градусам слишком холодно или нет. Голову я не мог, потому что я встала, так расчесалась, вроде бы все нормально. Еще раз расчесалась. После того, как умелось у меня все в волосы на скорячку. Они вроде как уже не пышные, но еще не совсем грязные. А резиночка куда у меня делать, я что-то даже не представляю. Потому что у меня есть кошка Олеська, которая любит грызть резиночки, раздирать их. Для Кати, которая забыла, короче, медовый сахар, хочу сказать, что мое животное периодически пьет козье молочко в приоритете. Но бывает так, что она вот в моей чашке выпивает такую зималочку, а в своей мисочке она у нее становится простоклашкой. После того, как постоит, пролилось опять чутка совсем. Мне это полотенце. Мне нравится вот этими мокровыми полотенцами вытирать всякие такие капли на столе. Вообще-то изначально было полотенце для лица, но оно уже такое немножко не первой свежести. Мне вчера еще подогнали два полотенца для кухни, вафельные, белые. Вот нам приперлись и те проговорки, вспомнили. Мне даже кажется, у меня сейчас немножко меньше хлопья, чем... Ну, в пропорции с молоком, чем нужно. Человек, который угостила кашкой, сказал, что хлопья тут листы, потому что они размокают. Я говорю, а мне нравится, наоборот, когда они размокают, чтобы такая вот прям каша-каша была. Я даже кукурузные палочки, когда ем, я их набиваю так, с молоком. Жду, когда они совсем на такой кашей станут, так прикольные. Вот куда мы идем? Принесла с балкона яблоки. Некоторые, которые вот еще чуть-чуть и будут уже отдавать богам душу. Из некоторых яблок, которые совсем уже отдали богам душу практически, свалила компотик. У меня в морозилке обнаружилась черная смородина. Ну, там еще на раз хватит ее. Такая крупная наша. Ну, у нас есть сортовая крупная, есть сортовая с толстой шкуркой мелкая. Есть просто какая-то, не поймите что. Ну, в смысле обычная. Вот ты меня своей головой в путь руку, а я ведь левша, приходится правой рукой есть. Я вижу, что не до конца вытерло. Ну, вот что это такое, а? Не головой, да хвостом. Она сегодня со мной так миленько лежала. Ну, в смысле, я лежала, а она в ногах. Я веб-друг себе пододелала, она вот так вот прям лежит. Я хотела нас не сфоткать, но у меня что-то не получается. Это селфи на расстоянии 20 сантиметров от телефона до человека. А потом позвонил какой-то газкий спамер. Хоть у меня на вебра было, но мы вот испугались, а здесь валили от меня. А так миленько лежалит. Я, наверное, это назову последний завтрак с хлопьями, лайк с кубникой. Удалось мне тут попробовать масло чёрного кмина. Масло чёрного кмина оказалось совсем не чёрное. Ну, если его только взболтать, тогда оно вроде как сумное такое. Угостила я близкого родственника этим маслом. Потом вспомнила, что семена чёрного кмина, чтобы укрепить муманитит, советую есть с мёдом. Ну, соответственно, потом сидите, посмотрела, что и масло с мёдом советую есть. Чтобы не было неприятного вкуса, потому что у некоторых людей ощущается в горле потом бензин, затрыжка, изжога. И вот у близкого родственника такое случилось, а у меня нормально. Думаю, потом в салатик его добавлять. Вообще, прочитала, что можно и в кашку. Что такое такое? Музыка. 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 неприятный момент как похерить пустить коту под хвост семилетнее общение даже так это же не знаю друг он мне сейчас ориенет был у меня так есть у меня товарищ постарай ту общение у нас с ним благодаря его инициативе стала лично для меня очень натянутая если не считает и работа туристическая работа которая оплачивается в лучшем случае спасибо и тоже работа считается я так считаю ну да вот когда вам внезапно ставят условия общения вот ты можешь не писать только на такие темы общаться со мной только на такие темы а я могу вот все вот это делать другое а вы при этом еще как бы в комнату не собственно ладно штучка для протирания всего что можно можно я использую как салфеточку ну что а вот у меня платочек это салфеточка куда-то у меня ускакал так вот у нас с ним как бы общее хобби и хочешь не хочешь мы общаемся так вот чисто как в личке за один день ну за сутки полтора наверно вроде как нормального общения поняла что она настолько вынуждена высосанная из пальца и натянутая что я теперь намного чаще буду писать свой блог телеги даже значительно ним и которые смотрю вчера обнаружила что мага которая иногда читала там то ли жуткие сканы были качество станут то ли просто так ужасно скорее все так ужасно потому что я не осиливала и те куда эти положу просто молочка на все это и да там есть я тебе сейчас семечки тыквенные специально вырезала так вот анима короче мой телохранитель я не знаю как она это на это или на англете но на русском она так и манга вот молодая ну глав 7 наверно может прочитала в общем в одну серию там в две трети серии вошло то что я прочитала плюс все дам уже другое я зашла до 4 серии как-то вышло всего же 7 доклад я не поняла сути конфликта с моим товарищем по несчастью но смотрите люди вы не человек несколько лет в открытую численно админом на моей страничке вконтакте которая и каналу посвящена и банка который мы с ним переводим вот он ему было мало просто числится иметь им доступ к редактированию администрации куда иди отсюда вы нафиг совсем немного хоть по столу шастать я на люди молока когда доем видимо что-то увидела на окне короче буду читать их где-то админом у вас есть все права изменить что-то ответить в личное сообщение и так далее но надо видимо еще и лично каждый день напоминать об этом да ты чувак админ тут ты не просто так вот висишь в разделе контакт или как-то админой страничке ты еще и можешь правда действительно отменить в отличие от того что я числюсь в редактором в одной группе ну вообще везде скрыто о том что я вот там действительно редактор и мне несколько лет подряд говорилось что я налью тебе сейчас молочка миска хозяйская или миска кофта начала пить а то понюхала так типа в миске нет не то из одной бутылки выливается так вот насчет того что я бы числюсь редактором в одной группе вконтакте и нигде не не написано что редактор если я хватит лазать хулиганка хулиганка потом кто нибудь чердобольные каменты будут вопить что эту кошку хлопнула по заднице но обновлела вообще так вот я не обижалась на то что меня мне всячески несколько лет подряд так говорили что это моя крупа мало ли что ты тут редачешь ты вообще типа там обязан это да и т.п. или не хочешь не редач или вообще кучу говна выслушивала потом мне правда выдали ты должна меня уже принять каким я ес я думаю я-то давно уже приняла всех твоих тараканов но ты-то думаю блин почему-то все время односторонние так вот дня три я говорила человеку но если тебе что-то не нравится ты можешь изменить дизайн там все такое в итоге сделала все сама и выслушала что но все не то я к тому есть мужики такие сложные люди и моя подруга считают что логика на который вечно жалуются у женщин по моему страдает именно мужиков все свои а кто не свой тут еще просто не привык так у меня есть немножко пляничка мне есть какая-то самопальная шоколадка не самопальная шоколадка меня еще где-то есть измельченные кедровые орехи так я поменьше хотела дать ложечкой 3 я сейчас увидела там эти такие белые пучки от меня как раз вот этот женщине есть женя шея напомню на всякий случай все это счастье можно найти на вайбрис артикулы будут в инфобоксе если не забуду то и закрепленном комментарии ведь не стала пить молоко то есть свои миски привереда хреноват сегодня мы что-то слишком наглые по количеству заходов на стол она побила все свои рекорды все мумбанги за последнее время вот у нас грубо говоря чуть меньше чем полторы ложки хоть и написано до трех можно что-то у меня в ванной такие странные звуки однажды меня запили соседи сверху немножко именно в ванной не только в коридоре те самые верховые я так подумала что там еще может такой странный странный звук в этой ванной быть помимо того что на первом этаже слышно как по трубе все спускается сверху на миганке такого не было хоть я жила на четвертом но у меня были друзья на первом этаже кто на другом подъезде так вот вопрос к вам взрослые дорогие если вы это будете смотреть и оселите вот до этого момента ваши друзья вам тоже ставят условия общения типа вот эти темы ты можешь обсуждать а вот другие темы мне не интересны мне если честно так выбесело думаю ты семь с половиной лет думал что тебе интересно чё тебе не интересно и тут вдруг понял очень хотелось послать на три веселые буквы но учитывая что мы реализнули главу той манги над которой вместе работаем который у нас еще скоммунизили на манга лип с подачи админов и какой-то аферический надмозг гугл переводчиком или еще каким-то машинным переводом даже не редактируя и сделал короче админы у переводчиков официальных отжали их же мангу я потом еще погуглила везде эту тему переводчики манголипы все эти конфликты и такого интересного всего узнала я поняла что по тела почему есть некоторые манги манглы ну в общем комиксы которые я читаю периодически еще летом такое было в начале лета и на манголип они на какой-то теме обрываются на какой-то главе у одних переводчиков тайтл сит вообще как бы заброшен а на других читалках все нормально идет и думаю почему почему они туда не выкладывают а видимо там точно также отжимали админы у переводчиков блин чувак ты сидишь там такой админ феерический во первых у него грамотность ну я не знаю может программисту грамотность не нужна хотя возможно он даже не программист а программистом кто-то другой но ты админ читалки там уровень грамотности такой я была довольно умным ребенком в своем детстве я не знаю в пятом классе уровень у него пятого класса грамотности или начальной школы и большинство там пишут комментарии школота конечно еще которые либо русский в нормальном состоянии не изучили до взрослого понимания да ну или там старших классов либо просто они такие вот лентяне которые мне охота его изучать есть у меня несколько знакомых репетиторов которые жалуются что приходит ребенок ему объясняют это правило да 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 и тут же пишут так как будто и не объясняли мне это не надо а твои родители платят за это за тебя деньги репетитору не будем говорить неоправданно один день вложения короче говоря как-то так стоит покусившись деревянный 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 деревенский домик стой не покасивайся такой дозе цикорий на чашку действительно вкуснее даже ну вот он как-то мягче идет я там обещала шорс на кофе который новый купила японистый который вот внезапно продаются в японии в каждом магазине и супермаркете не помню название там какие-то три буквы не те веселых просто три и на япе написано под низом черта ну типа это немножко чуть-чуть что-то масто кудасай так вот грамотность админа оставляет желать лучшего в комментариях по большей части примерно такие же и вот этот админ держит сервак на котором размещается манга и под манга реклама с рекламой соответственно мне еще близкие родственники ты чё все еще занимаешься этим я говорю да вам до сих пор еще не платят я говорю нет еще наш штурман рина рассвет говорила мне когда-то там может в семнадцатом году когда в риге были там какие-то плавающие объявления они там до сих пор есть ну это реклама типа сайта что когда-нибудь сделают так что переводчики за свои труды которые они там ну чем наполняют сайт благодаря чему сайты существуют в принципе будут получать копейку от просмотра рекламы на их переводах ну да когда-нибудь это будет не знаю в какой стране так вот чувак живет за счет его сайт существует за счет чужих переводов за счет чужого труда и вот он с его подачи там сколько в этой администрации сидит человека этого сайта вместе с этим админом и у него имя такое же как у фотографа стифаретника которого одно время подтравливали или он его подтравливали одни он подтравливал других сейчас 7 фотограф если верить фейсбуку находится в израиле кажется и фоточки оттуда скидывает ну так вот подождите как короче имя админа на каком-то языке значит победа и вот это получается победа над мозгов над нормальным переводом и не потому что мне после высказанного очередного правила общения стало настолько неприятно не то что неприятно меня это так разозлило и выбесило что я подумала что может это разбираться как-то разбираться ну у тебя свой проект бету там тебе сделать ну сам ты эту бету сделаешь я иногда ему правлю а он не исправляет и все равно то висит как чертишок у человека проблемы с запятыми он как бы это знает если ты просишь поводу чтоб тебе помогли ну или исправлять то что тебе сделали или не это думаю с медом надо будет потому что я честно признаюсь у меня был период что забила на я пока как-то у меня мало сейчас идет времени на него совсем не остается на этим случайно было по башка давай заходи уже гостя будешь выпить бы еще что-нибудь водички что-то не молочка а просто не оно вроде не такое холодное ну короче там иногда бывают проблемы потому что он лет не всегда переводит точно я смотрю что там у испанцев у французов если они это начали у итальянцев сравниваю так плюс минус пытаюсь по словарю там какие-то канди какие-то я знаю какие-то канди еще не выучила не запомнила что-то понимаю что то нет и он мне помогал в этом плане с япом но думаю тайт то все равно на мне весь на двух проектах я так подумала что может разбежаться раз уж ну вот тебе настолько неприятно со мной общаться что ты ставишь какие-то еще условия я в итоге пришлось доказывать что раз у него есть право админа на эту страницу вконтакте значит он действительно что значит мы действительно как бы это команда е-мое атаку за 7 с лишним лет он не понял не прошло неприятно короче было еще выслушала много интересного себе я наверное уже говорила что меня два года подряд путали со своей мамой я в глаза не видела в реале мне даже кажется его мама моим существу они не знают но нас путали ох ладно зритель я пою я надеюсь ты тоже ты хочешь поддержать канал поддержи скажу тебе спасибо нету время то еще есть есть еще немножко ну это наверное минут на 20 чуть больше вышло в общем спасибо за просмотр нет у меня платочку и мы с алиской а не говорим я хотела сказать вот так делать короче мы с алиской говорим тебе пока кусает хозяина не хочет лапкой помахать жопа